Добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре, посвященном американскому рынку, мы подведем итоги прошедшей недели и посмотрим, какие события станут ключевыми для рынка на ближайшие несколько недель. По итогам неполной рабочей недели американские индексы продемонстрировали рост. Индекс Dow Jones показал прирост 2,6%, S&P 500 2,9% и NASDAQ 3%. Основной темой недели стали дебаты. На американском рынке состоялись первые и пока единственные теледебаты между кандидатами вице-президентом республиканцем Майком Пенсом и демократом Камилой Харрис. В отличие от дебатов кандидатов президента Дональдом Трампом и Джо Байденом текущие дебаты прошли достаточно спокойно и кандидаты не спустились до взаимных оскорблений. О чем же говорили оба кандидата? Естественно, ключевой темой была тема коронавирусной инфекции, ее распространение в Америке и влияние на экономическо-политическую ситуацию в стране. Традиционно представители демократов обвиняли Велый дом и администрацию Дональда Трампа во всех смертных грехах в том, что не вовремя были приняты меры противоборствующей инфекции, не вовремя была закрыта страна, недостаточные меры применяются и так далее. Майкл Пенс, в свою очередь, защищал политику Дональда Трампа и отстаивал те меры, которые были предприняты президентом. В целом для американцев текущие дебаты были хорошим поводом оценить, взглянуть на двух кандидатов и составить свое мнение о том, какими предстоят вице-президенты и кто в перспективе, в случае форс-мажорных обстоятельств, может занять место главы Белого дома. Чем же закончились и как восприняла Америка данные дебаты? Согласно опросу CNN, победителем дебатов стала Камила Харрис, так ответили порядка 59% опрошенных и только 38% опрошенных отдали победу Майку Пенсу. При этом 65% участников опроса заявили о том, что действующий вице-президент мог бы вполне достойно исполнять обязанности главы государства. В моменте это конечно отразилось на рейтингах и вероятности избрания того или иного кандидата и в моменте Джо Байден достаточно уверенно повел в этом рейтинге. Что же касается дальнейшего развития события. На ближайшие несколько недель было запланировано еще два тура. Изначально даты стояли 15 и 22 октября, однако в силу того, что Дональд Трамп подкинул неприятный сюрприз в виде своего заражения коронавирусной инфекцией, эти даты теперь двигаются активно и делается предположение о том, что будет смещено на неделю эти даты. То есть перенос с 15 на 22 и с 22 на 29 октября. Однако предвыборный штат кандидата Джо Байдена заявил о том, что он отказывается и настаивает на том, чтобы все шло по графику, поэтому сказать о том, когда все-таки состоятся данные дебаты, пока не представляется возможным. Более того, делаются предположения относительно будущего формата, настаивается на все-таки удаленном видеоформате, что тоже пока под вопросом. На неделю, как я уже сказала, Дональд Трамп подкинул сюрприз в виде своей болезни, все разрешилось благополучно. Президент вышел буквально через несколько дней уже из больницы, и тесты показали о том, что он практически здоров. Однако не успел Дональд Трамп вернуться в свой кабинет, как посыпались знаковые твиты с его стороны. И во вторник стало известно о том, что Дональд Трамп поручил представителям своего кабинета остановить всякие переговоры с противоположной стороной относительно широкого пакета стимулирующих мер, о котором мы говорили уже неоднократно в предыдущих наших видеообзорах. Согласно его заявлениям, республиканцами и так было сделано достаточно щедрое предложение, и запрос госпожи Пелози на 2,4 триллиона долларов было решено отклонить. Заявления Дональда Трампа шли вразрез с выступлениями и заявлениями главы Федрезерва Джерома Паула, который говорил о том, что недостаточная политическая поддержка и отсутствие фискальных символов со стороны кабинета Дональда Трампа и Конгресса может привести к тому, что экономика Америки будет медленнее и не так активно выходить на путь восстановления. Тем не менее, буквально два дня спустя тема стимулов опять вернулась, и опять же глава овального кабинета Дональд Трамп в своем интервью Fox News уже сказал, что переговоры продолжатся, есть какие-то подвижки, но детали не были раскрыты. Позже Трамп также в своих твитах написал, что палата представителей должна одобрить план для помощи компаниям авиасектора на 25 миллиардов долларов и 135 миллиардов долларов должны быть выделены для программы защиты зарплат в малом и среднем бизнесе. В свою очередь госпожа Пилой задала понять, что данный пакет стимулирующих мер для авиакомпаний может пройти только в случае, если республиканцы вернутся к обсуждению более широкого плана помощи экономике. На текущий момент участники рынка сходятся во мнении, что данный переговорный процесс не закончится до момента президентских выборов и план помощи экономике США в широком смысле будет принят уже в ноябре. Что касается событий на ближайшие несколько недель. Конечно, основным моментом на ближайшие несколько недель и несколько месяцев станет сезон отчетности за третий квартал корпоративного сектора Америки, но об этом немножко позже. 14 октября выйдет отчет по рынку нефти. 15 октября, как я уже сказала, был изначально запланирован второй тур предвыборных дебатов США. Возможно, он будет перенесен на 22 октября. 17 октября состоится ежегодная встреча представителей МВФ и Всемирного банка. На 22 октября были запланированы второй тур. Возможно, он будет перенесен на 29 октября. И 29 октября нас ждет пресс-конференция ЕЦБ по итогам монетарной политики. Как я уже сказала, 13 октября стартует сезон отчетности. Начнется он традиционно с отчетов банков. 13 октября запланированы такие отчеты, как Сити Групп, Дж.П.Морган, Джонсон и Джонсон. На следующий день продолжат отчитываться банки. Мы увидим Бэнк оф Америка, Уолс Фарго, Голдман Сакс. Что в целом ожидается в текущем сезоне отчетности от компаний? Какие результаты? Как мы уже говорили, и данный прогноз пока не изменился. Ожидается снижение показателей чистой прибыли на акцию в среднем на 21%. Если текущий показатель сохранится, то это будет вторым по масштабам снижения за последние 10 лет. Все 11 секторов предположительно продемонстрируют отрицательную динамику своих показателей чистой прибыли на акцию. И наибольшее снижение покажет энергетический сектор, чистая прибыль на акцию, которая может снизиться более чем на 100%. Конечно, большое влияние на это окажет текущая цена на нефть, которая в среднем на 30% ниже, чем аналогичный показатель прошлого года. Что касается индустриального сектора, это второй по аутсайдерам среди секторов. Он, как ожидается, снизится на 61%. Наибольшее влияние тут, конечно, окажет сектор авиаперевозок, чистая прибыль которого может снизиться более чем на 300%. Динамика выручки средняя тоже ожидается будет отрицательной, минус 3,1%, и это ниже среднего показателя за последние 5 лет, который демонстрировал прирост на 3%. 5 из 11 секторов предположительно продемонстрируют прирост по показателю выручки, и 6 секторов предположительно покажут отрицательное значение по этому показателю. Так, согласно прогнозам, энергетический сектор покажет снижение выручки в среднем на 30%, индустриальный сектор на 17%, а сектор здравоохранения станет локомотивом роста и продемонстрирует в среднем прирост на 7%. К сожалению, третий квартал окажется не последним, который будет демонстрировать отрицательное значение. Четвертый квартал также ожидается продемонстрировать снижение по показателю чистой прибыли на акцию, в среднем на 12%, и выйти на положительное значение прироста удастся не ранее, чем в 2021 году. В целом, американский рынок настроен достаточно позитивно, американский рынок поэкономил силы в сентябре для продолжения роста в октябре. Такие существенные факторы, как президентские выборы и новый пакет стимулов, скорее всего, отойдут в моменте на второй план и будут уже оказывать влияние в ноябре. И на первый план сейчас выходит сезон отчетности, который может достаточно неплохо поддержать рынок на ближайшие несколько недель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!